Пойдемте, первая наша с вами локация, это школьная столовая. И здесь для каждого класса распределение по цветам. Дальше библиотека, учебные кабинеты и даже коридоры. Каждый метр распланирован с пользой для школьников. Безопасно? Очень. Максимально безопасно, то есть установлено, все зафиксировано крепко, все мягкое. Мне понравилась столовая, библиотека вот эта. Хочешь школу? Да. До первого сентября ровно неделя в новом корпусе 48-й школы «Дни открытых дверей». В программе экскурсия, родительское собрание и получение учебников. Наталья Овчинникова знакомится с родителями своего третьего ГЭ. Для нее это будет 39-е, первое сентября. Но в этих стенах первое. Первый раз в такой школе буду работать. Все классы. Вы знаете, я еще детей не видела, но я уже их полюбила. Потому что, ну как не любить детей? Все классы собраны заново, но родители уверены, проблем с адаптацией не возникнет. Я думаю, что уже не такой стресс, потому что мы два года назад переехали для них. Вот этот стресс был, когда они совершенно во все новое окунулись. А сейчас они уже поняли, что ничего страшного нет. Сейчас современные дети привыкли общаться. Для них это уже несложно, находить общий язык с другими одноклассниками и относиться друг к другу толерантно. И я думаю, что не будет проблем. А если вдруг возникнут, то в школе есть комната психологической разгрузки. Да и педагогу-психологу предстоит немало работы. Ведь сплочение коллектива тоже его зона ответственности. В принципе, можно в любую перемену. И будут определенные занятия. Именно тренинговые занятия с новыми классами, с классами адаптационного периода, с пятыми, с десятыми классами. И со всеми классами где-то будет необходимо. Ну а классный уголок теперь не на стенах в кабинете, а по QR-коду. Каждый родитель может узнать всю актуальную информацию о ребенке. Либо просто наведя камеру телефона, либо спройдя по ссылке. И таких ноу-хау здесь множество. Например, единственная в городе школьная гончарная мастерская. А еще шахматы, спортивная гимнастика и робототехника. Всего 20 видов услуг доп. образования. Кстати, некоторые из них будут доступны и для взрослых. В первые классы нового корпуса пойдут 330 детей. Всего их 11, а вот выпускных классов здесь в этом учебном году не будет. В школу подано 1511 заявлений. Они все обработаны, удовлетворены. Поэтому мы с радостью ждем наших ребятишек. Когда вот создавались проекты, когда это все придумывалось и продумывалось, было особое желание у меня как у руководителя, чтобы школа это был второй дом. По итогам 2020 года в Тюменской области будут введены в эксплуатацию 8 школ более чем на 4000 мест. В том числе 5 сельских, 3 в Тюмени, 2 в Агайском районе, а 1 в селе Уват, Тобольском и Лутеровском районах. С опережением графика строится и школа номер 30. Уже в декабре планируется завершение работ, а после новогодних праздников – открытие. Елена Старых, Александр Зосимов, Тюменская служба новостей.